Всем привет! Я хочу показать нашу волшебную базу вам чуть-чуть, чтобы вы попитались ощущением, как мы здесь живем, что у нас здесь происходит и какие у нас домики. И я вам в дальнейшем покажу, как я заряжаю пространство, как я магичу в домиках и как я делаю магию вокруг определенной зоны. Так что пошли дальше, посмотрим. Пару слов. Стройка была очень тяжелая. Благодаря великим усилиям моей матери и папику получилось, что эта стройка могла реализоваться, потому что мы даже по-алтайским пониманиям построили все очень быстро. Действительно очень быстро. Припонов было, спасибо. Вот наша столовая. Мамик красивый, это мой береговый. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы идем заряжать еду. Каждое утро, ведь мы делаем порядка пищи. Поэтому, что-то помогите, для того, чтобы вы любите волшебную кушеньку. А потом? Тем временем-то прическа почти готова. Фаварята, передайте народу привет! Все украшаем обучающий курс танцев Эльфов. Вот такой вид у нас, какой красивый, прекрасный. Здесь можно покорить все горы, залезть везде. Расскажите, тут есть гора духов или как называют? Здесь находится ущелье духов. Вот оно в той стороне. Там магический водопад и огромное ущелье белокаменное. Очень красиво и там очень сильная энергия. Там приезжают туристы со всего мира. Много иностранцев, чтобы питать эту энергию магическую. Здесь место очень интересное взгляда, поэтому здесь у нас работа. Здесь у нас банка пока еще не оборудована. Но в будущем году мы здесь делаем стол и студия. Здесь нужно надо находиться здесь. Пока еще, конечно, не доделали. Запах тут потрясающий. Камера, конечно, не передает. Да, замечательная парилочка, которую еще никто не испытал. Я надеюсь, испытает, потому что здесь можно магический обряд проводить. Да, на Камчатке очень здорово обряд провели. Потрясающий был. Да, Камчатке. Я обожаю магический обряд в бане проводить. Потому что там такая магия скапливается, когда травы собираются, вот эти цветы. Потом еще для запаха добавляется немножко хвои. И вот это заряжается магически. Когда себя, значит, поливают, нужно заговор читать, поливать себя и поливать на камень немножко, чтобы выходил пар. И там такая зарядка. Магия женская абсолютно, очень сильная. Вот, так что надеюсь... По впечатлениям могу сказать, что потрясающая магия. Надеюсь, мы окрафим эту баню тоже. Этой магии. Ну, душевая у нас тут. Душики отдельно. Приятно мыться в такой атмосфере. Да, запах хороший. Ну и, конечно же, туалетик. Это классика жанра. Ну, куда без туалетных видео. Да, да, да. С туалетной съемки. С туалетной съемки. Да. Полезаем дальше. Вот у нас тут репетируют сценарии. Сегодня ответственный день. Это выступление, которое вы увидите позже. Не переключайтесь. Да, не переключайте канал, да. Вот, здесь у нас временная медитативная комната. В будущем у нас будет большой, да? Но сейчас пока что на подушках мы раскладываем здесь. Вон так у нас тут уютно. Вот, да. Мне все-таки нужно спаривать. Угу. Парим. И отсюда вы получаете наши съемки и видеозаписи. Да. Вчера был факультет целительства. Завтра будет чисто. Видите, какой местный шаманский инструмент. Очень красивые звуки воды. Мы смеялись, что этот инструмент хорошо используют рядом с туалетом. И вот я купила в Америке индийские булочки. Красиво. Красиво. Надучится. Вот. Это индийские булочки у них. Американские. Можно у них подбудить. Так. Шарики. Так, обратили внимание, сейчас я владею знаки. Я мешаю. Значит, я таким образом гармонизирую помещение. Я об этом забыла сказать в инстаграме. Как раз хотела рассказать. Если у вас ужасное помещение или энергия. Или вы где-то снимаете или арендуете помещение. Очень классно его гармонизирует при помощи магических знаков. Я их вот ввешаю в разную сторону. Писание ангельское, эльфийское делаю. И замагищается пространство очень сильно. Но, помимо этого, это, конечно, свечки. Мы используем запахи, благовония, чтобы пространство замагищать. Если вы, допустим, не пишите знаки или не рисуете. А расскажите про крышу. Какая тут интересная магическая крыша. Крыша это у нас называется аил. Есть два вида жилья. У них местных алтайских. Юрта и аил. Юрта имеет низкую крышу. Аил имеет высокую крышу. Значит, здесь строится все по порядкам. Как раз таки местных шаманских знаний мировой мульт. Там строили эти аилы местные алтайцы. И там среди них шаманчиков. Они по всем правилам. Шаманским строились. В общем, считается, что если многогранная крыша здесь делается таким образом, констообразная, то она пропускает энергию Вселенной и соединяется с космическим потоком. И вот здесь через главную камушку, ну не камушку, вернее деревянную. Он специально такой находится. Там как раз идет столбик такой. Энергетические соединения с космосом. То есть здесь совершенно круто. Даже по ощущениям девочки, там в следующих аилах живут, они чувствуют, насколько космическая энергия здесь аккумулируются и собираются. В этих аилах очень приятно жить и находиться. Они просто аккумулятор вселенских энергий. То есть они построены специально еще со временем шаманов полтайских. Уже знали, как надо строить жилища. Наши домики реализуются в последний момент. И наши прекрасные туалетские души, которые выходят с видом на котель. Сейчас мы иди вам покажем, что убедить людей, когда уходят из туалета первым делом. Да, это они вот такие такие. У нас люди встали себя. Да, а тут такой вид. Да, у нас там по 4 душика, по 4 туалетика. Душики все закрытые там. Они очень комфортные и уютные. Так что можно быстро быть красивыми. Все готовятся. Платье собираются. Сегодня у нас выпускной. Прекрасный праздничный день. У нас будут танцы, музыка. Поздравления. Народ в отдыхе. У нас уже работает. Пилётный, пилётный, пилётный. Пилётный, пилётnder, А он что, с дырочкой? Ну это же эти кристаллики, кристаллики, кристаллики. Я плохо вижу, но самая-то самая сложная. А, они не боятся, не верят себя и боятся. А что это? Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Молодцы. 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 посмотрели на нашу прекрасную базу, надеюсь мы будем шляться, всем до новых встреч!